доброе утро вы проснулись умылись ходили в магазин купили себе по три булочки вкусных сладких и йогурт йогурт манга земляника заплатили 6 евро сейчас пойдем позавтракаем обмазгуем все и дальше будем думать кровать идеальная хочу сюда да я не помню снимали мы уже вот по сути я наверху полутора спальная внизу спальная и здесь сбоку можно еще разложить две односпальные кровать здесь столик вешалка стул зеркало все больше ничего здесь нет ну и телевизор который показывает ну два канала и розетки здесь 4 розетки наверху 3 здесь 3 только мы здесь осознали что у меня на всего лишь два зарядника то есть один который я взял заряжать power банки от айфона на одну амперу и машин двухампер свой я не могу найти хотя я уверен что я его брал ладно пойдем позавтракаем попьем чайку и дальше нужно будет идти за велосипедом идти в секонд покупать мне что-нибудь с длинным рукавом или вычинным кухне постали то есть ли то что приготовить кофе машина чай есть средства для моих посуды там прачечная вот машин да и сушилка вчера постирали вещи все супер вот столики народу здесь мало все холодильнике чешков тут какой-то хозяйский шкаф я нахожусь хостеле упсела в условно приехали вчера и решили что нужно взять хостел потому что сначала была идея просто погулять по упселе вместе с велосипедом с гигантским рюкзаком и потом выехать из упсела и поехать уже в сторону стукольма и там ну короче все палатки жить но мы решили что хотим вымыться хотим нормально поспать вообще нам нужно отдохнуть и по упселе спокойно погулять без рюкзака и мы сняли хостел это было совершенно правильное решение что прекрасно выспался не перестала болеть колено и конечно гулять по городу без рюкзака и без велосипедов гораздо удобно то есть велосипедами было бы еще нормально но у меня один в ремонте было бы неудобно с одним велосипедом его везти вот так мы спокойно погуляли сходили в кафе расслабились отдохнули прекрасно выспались зашли мы за велосипедом забрать его с ремонта мастер сказал что еще час он даже не приступал он тупо занимался другими велосипедами другими плывами и сказал придите через час все будет готово ну ладно пойдем все мы видели эллипсоиды в тренажерном зале это на тренажере встаешь и как бы бежишь что-то наподобие как на лыжах но тут есть еще такая интересная вещь и увидел эллипсоид то есть ты так же бежишь и едешь при этом довольно таки интересная вариация интересно какую скорость здесь можно развить пришли за велосипедом вот это наша втулка которая была вставлена то есть она просто напросто сломалась причем не маленький то не тоненький металл вот но разлетелось что ж сейчас чуть ослабят конуса и после этого мы сможем уже ехать сейчас ждем и так вот я добралась до шведской кей и надо сказать что она точно такая же как у нас ну в общих чертах если говорить что мне кстати нравится вот последнее время это вот тренд на черные комнаты что нам нужно торопиться вернуться в упсулу в мастерскую велосипедов потому что нам фигово отремонтировали колесо велик не едет вот а нам нужно еще 80 километров поехать какое-то ехать на велосипеде все непонятно то сейчас есть несколько вариантов не приходим успеваем поймать индусы за хвост и заставить его сделать по-нормальному либо мы сами это делаем и просим его инструменты и рома не успеваем и пытаемся делать сами в общем либо мы чинили велосипеда или на велосипеде либо не чинили велосипед и ищем способа выбраться просто обгойма другим способом так здесь здесь клещ все мы выехали из упсулы на самом деле я очень рад потому что мы там потеряли сегодня почти весь день то есть да мы планировали неспешно выехать но когда мы забрали велосипед у индуса вроде все нормально поехали в икею и хорошо что мы поехали в икею потому что на полпути у нас возникла проблема со втулкой так а теперь надо понять куда нам ехать а еще у маши побаливает немного колена но это скорее всего связки от того что она не привыкла столько много ездить и поэтому мы периодически ходим и наслаждаемся красотами в общем позавчерашняя история повторяется мы выехали сегодня вечером из упсулы планировали проехать 20 километров проехали и решили а чё растягивать дорогу давай сейчас прямо доедем до стопгольма пригороде заночуем утром зайдем стопгольм также снимем хостел и погуляем по городу я подумала а почему бы и нет действительно это всего лишь 80 километров встали вот в этом месте и готовим себе чай с булочкой сейчас буквально задались одним вопросом наверное странно смотрится когда люди едут вот по такой не бурной дороге и наблюдают велосипедистов сидящих на картах с чайком и бекончик бекончиком посмотрим как главный велосипедист поедает бекончик что я не буду грызть камеру где-то в швеции а вот там луна камера этого не передаст но она офигенская что я не буду грызть камеру Продолжение следует...